Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдия Марка. Значит, что я вам хочу рассказать. Значит, по радио я сейчас слыхал, что сегодня ночью на нашем автобане, значит, наш номер автобана 27, и полиция полностью ночью автобан закрывала. То есть был контроль. Контроль на автобане с 12 часов ночи до 6 утра, по-моему. И за это время остановили они 400 автомобилей. А теперь статистика. Значит, 400 автомобилей останавливали. 6 человек, значит, поймали то, что они были под алкоголем. То есть вот такие ребята были. А у Питерих, значит, водительские права были просрочены. Не знаю, как это может быть просроченными в Германии. Права. Может быть, наверное, самые старые еще, наверное, такие. Они как тетрадь такая широкая, здоровая. Вот. И одного изловили с фальшивыми, значит, правами. То есть с Прибалтики. Откуда-то у него были, значит, с Прибалтики права водительские. И они определились, что это они, значит, фальшивые. И теперь его будут судить за это. А в Германии насчет подделок документов очень строго. Поэтому его раскрутят хорошо. Штрафы будут бешеные. А дело в том, что именно с Прибалтики, значит, права, которые и с Польшей раньше тоже делали. В Германии, значит, кто терял права, значит, по ходу насчет алкоголия, да, его лишали на какое-то определенное время. И, значит, не надо было проходить, тут у Германии проходят, то, значит, тест такой на идиотов, что ли, своего рода. Вот. И чтобы Дед Германии не проходить, большие деньги платить, они, значит, делали, по-моему, так было. Делали где-то в Польше или в Чехословакии делали. А потом, когда присоединилась, значит, и Прибалтика, то стали тоже из Прибалтики, значит, и права делать. И получается такая, конечно, человек купил, заплатил деньги за водительское удостоверение, а за фальшивое, конечно. Прекрасно понимал, что оно фальшивое. Хотя, может, да и нет, потому что некоторым продают они там, и все, может, я осваиваю, и паспорт, самому можно было купить. По-моему, было 1200, врать не буду, по-моему, 1200 евро стоило полностью комплект, все документы можно было купить. Вот. Мы на это тем, кто разговаривали, то с одним пареньком. Я вам сказал, что никогда не занимайся ерундой, не покупай никогда фальшивые документы. Это у тебя будет пятно на всю жизнь. Вот такие вот дела. Так что, ребята, еще кто ездит на фальшивых удостоверениях, не советую. Это будет очень наказуемо. Так, сейчас мы едем в рыбарский магазин. Значит, погода у нас сегодня тепло, 24 градуса тепла. И, значит, как я уже говорил, значит, я хочу все-таки поехать на рыбалку. Возможно, поехать на рыбалку. Поэтому решился съездить в рыбацкий магазин. И, чтобы купить кое-что себе. Ладно, они все уже оттуда едут, значит, все уже от рыбацкого машин полно туда. Вы видите, все машины тут, да все. Кто приехал в рыбалку магазин? Так, я хочу внутрь заехать. Если есть там, то есть. Заядем внутрь. Паренек, видите, сделал себе магазинчик такой вот, пожалуйста. Проблем нету. Он все хочет закупиться. Окей, мы приехали. Пока, дорогие друзья. С вами был Вальдемарко. Продолжение следует.